Введение Мирянки Антонины 1949 год. Проживала я на Сахалине. В 1949 году, после автомобильной аварии, меня отправили на материк, в город Томск. Было мне тогда 53 года. Как только меня доставили в больницу, я уснула. И явился мне в необыкновенной красоты белоснежный ангел. «Вставай, Антонина, пойдем по мытарствам». В ответ я заплакала и сказала, что сильно болею и не могу подняться с койки. Ангел же уговаривал ласково «Вставай, туда все такие идут». И подал мне небольшую веревочку. Я ухватилась за нее и встала. Вышли мы с ангелом из больницы и попали под огненный дождь. Я испугалась и громко заплакала от страха. Ангел взял меня за руку и сказал, «Огонь миновать нельзя». Едва произнес он эти слова, как налетел сильный ветер и послышался шум. Взглянув вверх, я увидела огромную тучу. «Куда же мы идем?» в страхе спросила я ангела. «Вон какая на нас туча темная надвигается». «Это не туча, а полчища бесовская», отвечал он. «Не бойся, крестись да правильно крест на себя положи». Я перекрестилась и мы стали приближаться к страшному месту. Вся бывшая там нежить разом принялась гавкать, свистеть, гудеть, выть. С виду эти чудовища походили на собак, но с рогами и при том страшно вонючих. От ужаса я едва не лишилась чувств. Говорю ангелу, «Куда же ты меня ведешь? Это такая страшная сила». Мой ангел ласково сказал, «Господь сильнее». И трижды ударил по черным страшилищам огненным мечом на перекрест. Бесы рассыпались по сторонам и дали нам пройти в туннель, где с правой стороны стояли люди, человек пятнадцать. Одинокая ярко горящая свеча освещала туннель и людей. Я спросила ангела о людях со свечой. Он пояснил, «Это благочестивые христиане, которые давали на общую свечу хоть пятачок. Вот им и светло, и хорошо. Эти свечи будут светить вечно». Когда я посмотрела налево, то увидела черного, как уголь, змея, а возле него множество людей, походящих на окаменевшие головешки. Ангел сказал мне, что змей и все его стадо – племя сатанинское. Они не признавали света Христова. Вот и поглотила их тьма навеки вечные. Прошли туннель, открылось подполье. Ангел приказал лезть в этот погреб. Я вновь увидела бесов в собачьем обличии. Пасти их раскрыты, лапы мохнатые, все в шерсти с рогами. Подняли свои морды и ждут меня. Я заплакала и говорю ангелу, «Куда же ты меня посылаешь? Они же разорвут меня». Ангел опять ласкало начал наставлять, «Бодрствуй и крестись, не бойся. Эти мытарства будут проходить все». Я стала молиться, «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную». Сама перекрестилась и яму перекрестила трижды. Собачьи бесовские морды задрожали и попадали, пораженные крестным знамением. Я стала просить ангела, чтобы он поскорее забрал меня оттуда. Ангел подал мне белую веревочку, я ухватилась за нее и вылезла наружу. Пошли мы с ангелом дальше, к яме глубокой, как колодец. А там маленькие детки, словно комарики в бутылке, пищат, плачут, живые все. Тут раздался детский голосок, «Мама, мама, вытащи нас отсюда». «Кто это?» – спросила я у ангела. «Твои детки», – ответил он. «Забыла разве, что муж твой велел сделать аборт?» Тут я вспомнила, как забеременела, как не хотела губить дитя, а муж выгнал из дома и приказал извести его, как после операции выяснилось, что я носила двойняшек. Долго и горько плакала я над своими детками у этой ямы. Потом подняла полные слез глаза и спросила ангела, когда же они освободятся из этого узилища. Когда родители их умрут, то сойдут в яму, а детей невинных Господь освободит. За каждого убиенного по твоей вине младенца нужно молиться Господу Иисусу Христу, чтобы Он помиловал тебя и пятьсот поклонов земных положить за каждого ребенка. Нужно строго соблюдать посты и просить Царицу Небесную, чтобы умолила Господа простить тебе столь тяжкий грех – убийство своих детей. Идем дальше по дороге, и вижу, стоят красные вагоны. Заглянула в дверь, а там пьяниц бьют палками. Бесовские страшилища руки назад выкручивают и заставляют всякую гадость есть. Бьют и кричат на пьяниц. «Это твоя работа! Ты напивался до плевотины! Ешь свое добро теперь!» Люди кричат, плачут. В удивлении спросила я ангела, «Зачем ты привел меня сюда? Я сроду до пьяна не напивалась!» «Знаю», – отвечал ангел, «но ни одного мытарства миновать нельзя!» Дошли мы до мытарства курения. Вагон полон смрада, дыма. Сидят в вагоне черные обгоревшие люди, а бесы прижигают их горящими папиросами. Идем со святым ангелом дальше. Доходим до мытарства блуда. Увидела я в яме мужчин и женщин, опутанных змеями. Маленькие змеи лезут в рот, глаза и уши, а большие давят тело. Люди пытаются сбросить с себя змей, а бесы бьют их палками по головам. Вот впереди показались черные ворота с надписью «Мытарство сквернословие и пустословие». Здесь бесы злые и жестокие, а людей множество, все черные и мрачные. Они почернели от своих скверных и пустых слов. Бесы железными прутьями секут тела грешников. Здесь же мучаются и картежники. Идем с ангелом по полю, а там трава нехорошая, колючая. В той траве гады темные, зеленые, шипят и жужжат, и там их много, больше, чем травы. Я всю траву вместе с гадами перекрестила, и змеи, как вареные, попадали от креста святого, и я перешла через поле благополучно. «Кто же мучается здесь?» спросила я у ангела. «А те, кто ругаются словом «гад» и созывают на свою голову их скопище». Прошли мы еще немного, и очутилась я на поляне. На ней огромная танцплощадка. Бесы истязают танцующих. У них слюна, пена, кровь изо рта идет. Они плачут, не хотят танцевать. Бесы бьют их безжалостно и приговаривают. «Вы любили подсвятые праздники и у посты танцевать? Вот и танцуйте весь век!» Я удивилась и спросила ангела, «Когда же они перестанут плясать и избавиться от бесов?» «Нет», – отвечал ангел, «мучаться они будут вечно, без перерыва. Они, живя на земле, своими бесконечными плясками сильно прогневали Бога. Особенно же грешно в праздники и посты ходить на постановки». Дальше мне хода нет. Я запуталась в нитках и не могу вступить ни шагу. «Вот», – сказал ангел, – «это твой грех. Во время войны нитки были дорогие, и ты их воровала». С раскаянием я вспомнила, что, работая в ателье, никогда не отдавала нитки, оставшиеся после смены. Я заплакала. «Что мне делать?» «Милостыня искупит грех», – сказал ангел, – и рассек огненным мечом нитки и лоскуты. «Идем с ангелом дальше, и вижу я, плывет большой белый корабль. Капитаном на том корабле мой погибший сын». Подплывает он ко мне и кричит, «Мама, молись! Не отдавай душу врагу! Борись с врагом!» Потом я увидела себя с ангелом на пароходе, груженым зерном. Приплыли мы к пристани, и ангел говорит, «Половину зерна надо рассыпать». Я послушалась и стала зерно с парохода бросать. Ангел меня поправил. «Не руками надлежит делать это, а ртом, что видела, то должна рассказать людям. Сейчас я тебя верну на землю, чтобы ты поведала людям о мытарствах. Всем говори, что видела. Не бойся! Пусть бросят они свои грешные дела и покаются, а то муки вечно их постигнут. Какие ты видела?» Подошедший ко мне врач убрал зеркало, которое было приложено к устам моим, и проверил, дышу или нет, так как я спала целый месяц. Выписали меня здоровой. Мне сейчас 71 год. Живу с дочерью в городе Армавире. Хожу в храм Божий. О том, что видела, рассказываю всем. Мне сказано ангелам сеять Слово Божие, и я выполняю, что мне поверено через ангела от Господа. Ему слава, честь и поклонение. Аминь. Из архива Ковальской. Слово Божий. Продолжение следует...